Нью-Йорк город крайностей. Ослепительное богатство тут соседствует с ужасающей нищетой. Говорят, времена меняют все в лучшую сторону. Майкл Джей Вай считает, что так оно и есть. Сам он родился в бедном районе Бруклина, который в начале 70-х был пристанищем уголовников, проституток и торговцев наркотиками. Сегодня на улицах почти не стреляют, но в детстве Майкла все было по-другому. Мне еще не исполнилось и 6 лет, но на моих глазах уже убили столько людей, что чужую смерть и стал читать чем-то вроде жизненной нормы, у меня образовался стойкий иммунитет на человеческую боль и кровь. Я брал защитную душевную черствость, и возможно именно это помогло мне выжить. Когда Майклу исполнилось 7 лет, его мать переехала в соседний штат, где ей пообещали работу. Так он оказался в другом мире, еще более опасным. Однако выбирать не приходилось. Отца в семье не было. Единственные деньги приносила работа матери. Мать сняла квартиру, и соседом Майкла оказался большой задиристый парень, Трой Алвес. Поначалу я думал, что он старше меня года на 4. Уж слишком он был крупным. Чуть позже оказалось, что мы с ним ровесники. Трой вел себя по хозяйски и хотел от новичка подчинения. Майкл сам был задиристым парнем и умел за себя постоять. Поначалу они постоянно избивали друг друга, но потом подружились и стали не разлей вода. Трой многому научил Майкла. Начать нужно с того, что у Троя имелся отец. Это было большой редкостью в чернокожем районе. Именно от отца Троя Майкл услышал испытательную истину, которая впоследствии стала основой его жизненной философии. Чем больше ты хочешь, тем больше тебе нужно учиться. Следуя этому внутрисемейному правилу, Трой отправился обучаться в местную школу карате. Майкл ровнулся было за ним, но мать осадила. Нет денег. Когда Майкл попросил Троя быть своим учителем, тот приходил с тренировок и добросовестно показал все, чему его научили. Майкл оказался не только упорным, но и очень способным учеником. Он часами отрабатывал удары и в итоге владел приемами не хуже Троя. Однажды Трой привел Майкла к своему сенсею. Тот устроил между ними спарринг и был настолько удивлен боевой формой Майкла, что тут же зачислил его в школу бесплатно. Со временем Троя забросил карате и увлекся бейсболом. Однако Майкл продолжал без устали тренироваться. К 12 годам он уже имел за плечами 4 года беспощадного тренинга и превратился в грозу улицы. Я не искал конфликтов. Я никогда не нападал первым. Но если кто-то вел себя вызывающе, я тут же нарывался на драку. Мне не терпелось проверить свои бойцовские навыки на практике. И тут его жизнь круто повернулась. Как-то он пошел в кино и увидел актера-культуриста из полинского размера. Согласно уже упомянутому правилу, бодибилдингу нужно было учиться. Однако когда мать Майкла услышала, насколько обойдется год тренировок в тренажерном зале, то ужасе округлило глаза. В сравнении с ее доходами сумма была астрономической. Майкл снова начал самостоятельные тренировки. В качестве отягощения он применял большие пластиковые бутылки из-под молока, наполненные водой. В возрасте 14 лет Майкл уже весил 86 килограммов. Трой тем временем продолжал играть в бейсбол. Похоже, он был рожден для этого вида спорта. Трой демонстрировал поразительную скорость перемещений и феноменальную мышечную координацию. Однако пример Майкла оказался заразительным. Трой еще два года наблюдал, как увеличивается Майкл. И, наконец, в 16 лет сам начал качаться. В детстве мы всегда подшучивали на Троя. У него были странные вены, выпирающие наружу. Но когда он занялся бодибилдингом, это стало его преимуществом. Трой в итоге стал профессиональной звездой бодибилдинга. Еще в 14 лет Майкл ушел из дома и стал жить самостоятельно, точнее вместе с другом. Но того через месяц застрелили. У Майкла же стреляли дважды. Когда ему было 15, прострелили руку, а потом бедро. Майкл стал главарем подростковой банды, и понемногу собирал черные пояса и чемпионские звания в разных видах единоборств. Его уже взял под свою крышу местный наркобарон и всерьез пророчил на следственную передачу титула. Однако Майкл оказался умнее. Уголовную перспективу он променял на колледж. Поступить в американский колледж титулованному спортсмену относительно просто. Спорт в жизни американских студентов стоит на самом престижном месте. Организованы студенческие спортивные лиги, которые проводят грандиозные национальные чемпионаты, добавляя славу учебным заведениям и американской системе образования в целом. Также просто из американского колледжа можно вылететь. И никакие спортивные заслуги не помогут. Закон неумолим. Если ты не сумел набрать заданное количество баллов, сдавая зачеты и экзамены, значит у тебя ветер в голове. И ты не должен путаться под ногами у тех, кто твердо знает куда идет. Однако Майкл подобная опасность не грозила. Он умел и хотел учиться. Да и не к лицу известному спортсмену плохие оценки. Майкл получил профессию учителя и после окончания учебы был направлен в школу для детей с эмоциональными нарушениями. Этим обтекаемым термином обозначались подростки, чья психика была искалечена семьей или улицей. Обладая вполне нормальными умственными способностями, они были практически не способны ужиться с другими людьми из-за озлобленности, беспричины агрессивности и вспышек ярости. Майкл узнал о своих учениках себя и втайне благодарил судьбу, что оказался не на их месте. Возможно, по причине регулярных занятий спортом, а быть может в силу простой случайности, он миновал трагические ловушки юности и успел повзрослеть раньше, чем его затянула тюрьма или наркотики. Три года Майкл отработал в школе. Он числился среди успешных преподавателей и мог рассчитывать на повышение со всеми вытекающими последствиями и, главное, с долгожданной жизненной стабильностью. Однако в течение всего этого срока он получал предложение от киношников. Его то и дело звали сниматься в кастоломных боевиках. Понятно, не в главной роли, но эти предложения заставили Майкла задуматься о новых перспективах своей судьбы. И, наконец-то, он решился. Уволился с работы и нанял себя агента, который должен был найти ему приличную роль. В 1994 году, после четырех лет безуспешных поисков, агент позвонил и позвал Майкла на пробы. Оказалось, что в Голливуде задумали снимать фильм про самого Майка Тайсона. Сам Майк отнесся к теме прохладно, но другие претенденты, хотя и с именами, не имели бойцовского опыта, а на их обучение повадкам Тайсона на ринге ушли бы годы. Короче, Майкла Джей Уайта утвердили в главной роли. Канун выхода фильма Тайсон загремел в тюрьму за изнасилование. И хотя картину все же выпустили в прокат, брезгливые американцы смотреть ее не пошли. Между тем, фильм посмотрели критики и отметили исполнителя главной роли, как потенциальную голливудскую звезду. В свои 28 лет Майкл, что называется, попал в обойму и начал активно сниматься. Я слышал, что была ситуация, когда Тайсон подошел к тебе и обвинил тебя в том, что ты говорил о нем дерьмо. Да, я был на вечеринке и Майк подошел ко мне. Он шутил, затем сказал мне, типа, я слышал, что ты говоришь нехорошие вещи про меня. И тут наступила такая ситуация, когда ты не понимаешь, шутит человек или нет. Ведь я играл его в фильме и всегда рассказывался о нем только с уважением, поэтому я растерялся. Но потом Майк рассмеялся и я все понял. Это был очень стремный момент, потому что ты никогда не знаешь, шутит ли Тайсон или нет. Но я думаю, что перед тобой стоит Майк Тайсон, то его нужно воспринимать серьезно всегда. Ведь в любой момент может вырваться тот самый агрессивный Майк Тайсон. Сто процентов. Ну не знаю, с Майком это как-то по-особенному. С ним ты общаешься по кодексу Война. Это чисто из-за уважения. Я часто попадал в ситуации, когда было непонятно, шутит ли человек или нет. И чаще всего ты бываешь этим недоволен. Особенно с Майком Тайсоном, потому что потом ты не будешь спать всю ночь, если до конца не поймешь. Итак, ты младше Тайсона на один год, то есть вы почти ровесники. Постой, знаешь, в чем прикол? Не знаю, рассказывал ли я это или нет, но меня называли Майком Тайсоном еще задолго до того, как я сыграл его в фильме. Дело в том, что когда мне было 16 лет, я увлекся брейк-дансом. Я любил эти сумасшедшие трюки, без конца изучал их. И у меня был друг Севера, который также подтянулся ко мне, и мы выступали вместе по клубам. Мы так зарабатывали на подростковую жизнь. За одно выступление нам платили по 50 долларов. Народ ходил с ума по этим прыжкам и скачкам по танцполу. Так вот, мы решили назвать наш дуэт Эн Тайсмент. И однажды, когда мы выступали в клубе, жена моего кореша, она неправильно нас представила. Она подумала, что нас зовут не Эн Тайсмент, а Тайсона. Моего напарника звали Патрик Тил. Эн решает представить его, как Патрика Тайсона, а меня, следовательно, как Майк Тайсона, при том, что я Майкл Уайт. И со временем нас стали запоминать именно так. Эта женщина стала нашим менеджером, и мы уже даже не хотели исправлять ее, потому что все нас узнавали, как Патрик и Майк Тайсоны. Куча клубов после этого звали нас на вечеринке. Не было ни одного клуба на Эйст-Весте, в котором мы бы не выступали. Кстати, поговорили, что Эвендер Холифилд хочет выйти на ринг с Майком снова. Холифилд выглядит так, как будто не уходил с ринга никогда. Он родился с духом бойца. Я пересекался с ним. Я даже думал, что в один день сойду с ним на ринге. Я тебе рассказывал про своего товарища со двора, который пробился с самых низов. Он как-то раз работал охранником у Эвендера. И посредством этого я однажды попал в дом к Холифилду на ужин, но мне показалось, что я ему не нравлюсь, если честно. Забжуда недавно брал интервью у Майка. Не против, если мы посмотрим его сейчас? Да, давай глянем. Майкл Джей Уайт сыграл тебя в фильме. Как тебе? Он проделал хорошую работу, но фильм по сути получился говном. Уайт постарался повторить мои некоторые привычки, но фильм получился действительно плохим. Я говорил с ним о фильме лично, после того, как он вышел, и он объяснил мне, что не так. Я пытался оправдать эти ляпы. Еще почему-то был недоволен приемный сын Дона Кинга. Я даже забыл его имя. Если честно, уже не помню, но Майк сломал руку или же ногу в бою со спинксом. И ему не понравилось, что мы как-то показали этот перелом. То есть это были мелкие детали. Потом я у него спросил, хорошо, что еще? Еще ему не понравилось, как мы изобразили место, где он узнал о смерти Джима Джейкобса. Он узнал об этом Сезар Пелес. Но Сезар Пелес был закрыт. Нам нужно снимать в другом месте. И вот поэтому он назвал фильм мусором. Я понимаю его точку зрения. Он хочет, чтобы в фильме все было изображено с ювелирной точностью. Но я пытался ему объяснить, что при съемках фильмов иногда люди сталкиваются с огромными трудностями. Есть мнение, что многие документальные фильмы терпят крах как раз из-за недовольства главного героя. Неправда. Многие документалки снимаются уже про мертвых людей. Что ты скажешь вот на это? Некоторые мне писали, что фильм потрясающий, в отличие от Майка. Возможно, потому что они не знали то, как все было. Но им понравилась концепция фильма. И то, что споры бывают, это нормально. Но прислушиваться нужно только к тем, кто разбирается. Остальных можно выслушать и сказать «Окей, мы тебя поняли. Спасибо за мнение. Но мы будем двигаться дальше». Так получается, Майк участвовал в процессе создания. Его замечания имели место быть. 100% имели место быть. При том, что я был с ним постоянно на связи. Даже приглашал к себе домой для проработки отрывков. И он принял все эти предложения с распростертыми объятиями. И когда я узнал о том, что именно ему в итоге не понравилось, я был удивлен. В конце я даже добавил, это главные моменты, которые тебе не понравились. И если эти мелочи были самыми большими ляпами для Майка, то для меня фильм не так уж и плох. Но это его право называть фильм мусором. Абсолютное право. У меня с этим нет проблем. Я получил облегчение после этого. Потому что эти вещи кажутся не такими уж и значимыми. Может, для него они значимы. Это 100%. И я его понимаю. Но для меня эта критика была только толчком. В начале 90-х вышел неординарный комик Спаун. Его создатель Тодд Макфарлайн создал поистине яркий образ антигероя. Эл Симмонс, агент СРУ, убит собственным начальником. По приказу сатаны попадает в ад. Чтобы последний раз увидеть свою жену, он заключает сделку с демоном и становится бессмертным Халл Спауном. Спаун пытался сохранить свою человечность, одновременно стараясь найти способ вырваться из-под власти демона. И сражался с различными противниками. Как сверхъестественными существами, так и представителями криминального мира. Сразу после запуска серии в начале 90-х популярность Спауна была очень высокой. Что является значительным достижением для персонажа, не принадлежащего серии DC, не Марвел. Columbia Pictures проявил интерес к созданию экранизации комикса Спаун сразу после того, как он был выпущен в 92-м году. Однако Тодд Макфарлайн прервал переговоры с ними, так как почувствовал, что студия не даст ему достаточного творческого контроля. В итоге он продал права в New Lime Cinema всего за 1 доллар, но при этом он получил желаемое влияние на создание фильма. На роль Спауна изначально рассматривались Уэсли Снайпс, Кьюба Гудинг-младший, Снуп Догг, Дензел Вашингтон, Самуэль Л. Джексон и Уилл Смит. Спаун стал первым фильмом, в котором супергерой из комикса играет афроамериканец. Майкл Джей Уайт охарактеризовал свой персонаж как привлекательный. Он называл его самым трагическим персонажем, с которым ему приходилось сталкиваться за всю свою карьеру. По словам актера, было сложно заставить зрителей сочувствовать политическому убийце, вернувшемуся из ада. Уайту приходилось терпеть неудобства, по 2-4 часа, которые уходили на грим актера. Также он носил желтые контактные линзы, которые раздражали его глаза и маску, мешающую нормально дышать. Также в это время Майкл был приглашен исполнить роль Джекса в фильме Мортал Комбат, но он отказался ради роли спауна. Позже он все-таки исполнил роль Джекса в сериале Мортал Комбат Легаси. После спауна Майкл Джей Уайт проснулся звездой, но сохранил достойную трезвость самооценки. «Я попросту не знаю, что такое звездная болезнь. Я получаю деньги за то, что притворяюсь на съемочной площадке другим человеком. Ума не приложут, чем такая профессия почетнее профессии учителя или врача». Майкл после спауна снялся с сиквеля универсального солдата Жан-Клодом Ван Дамом. Параллельно со съемками в кино он также оттачивал свои боевые навыки. У него черные пояса в семи видах единоборств, титул чемпиона мира по кикбоксингу и слава спарринг-партнера ведущих боксеров-тяжеловесов. Продолжая активно сниматься, Майкл даже засветился в фильме «Убить Билла 2», хотя его сцена была вырезана из театральной версии фильма. В 2006 году вышел фильм, устроивший эффект взорвавшейся бомбы «Неоспоримый 2». Особую популярность называл на постсоветском пространстве. Думаю, сцены из этого фильма не видел только слепой. Лично для меня этот фильм остается одним из немногих, которые я могу неоднократно пересматривать. По сюжету Джордж Айсман Чемберс, бывший чемпион мира по боксу, едет в Россию для съемок рекламы водки. Вернувшись в отель, он обнаруживает людей, которые подставляют его, подкинув наркотики. В итоге он попадает в тюрьму «Черные холмы», где проводятся бои с чемпионом, которых является Юрий Бойко. Если вы по какой-то причине не смотрели этот фильм, то я настоятельно вам его рекомендую. Майкл Джей Уайт – один из немногих актеров, имеющий за пазухой солидный бойцовский бэкграунд. Его тренировки зачастую проходят в спаррингах с теми людьми, которые участвуют в турнирах ММА самого высокого уровня и самым неплохо разбираются в данном виде спорта. Кто твои самые любимые бойцы? Андерсон, Сильва, Леота, Мачидо и Федор. Федор – это, пожалуй, мой самый любимый боец, потому что его главное оружие – это мозг. Федор – это как шахматист с удивительными физическими способностями. Он самый разносторонний, развитый боец, которого я когда-либо видел. Леота, Мачидо – человек, который усмел подтвердить мои слова о том, что очень непросто справиться с человеком, который серьезно занимался традиционными боевыми искусствами. Я об этом говорил долгие годы. Ты наверняка доволен тем, что с Мачидо в некотором роде вернулась мода на карате. Однозначно. Многие люди думают, что все ударники одинаковы, но они не понимают того, что есть разница, если мы говорим о представителях карате. Мы изучаем умение использовать свои кулаки для разрушения других объектов. Когда Мачидо выбрасывает удар, то он это делает всем своим телом, а не только одним кулаком. То же самое можно сказать и о Сильве. Вы можете посмотреть, как он выбрасывает свои удары. Прямые линии, точная сила. Такие вещи оттачиваются после долгих лет тренировок. То есть, если человек на пряжении всей своей жизни занимается карате, то у него будет явное преимущество в поединке. Вот как я вижу эту ситуацию. Если у вас будет выбор, от кого лучше получить мячом по ноге в гольф-клубе, от меня ли от Тайгера Утса, то вы наверняка выберете меня, хотя я и больше по габаритам. Потому что Тайгер, если зря это вас мячом, то, скорее всего, ваша нога сломается пополам. У него есть точность и умение идеально ударить. Я могу пытаться хоть 10 лет, но все равно не смогу послать мяч так же далеко, как Тайгер Вудс. Вот так же я в ММА вижу довольно многих ребят, у которых есть ошибки в технике. Они могут ударить, но при этом они не могут вложить в удар всю силу своего тела. Насколько мне известно, ты тренировался со многими известными бойцами. Это так? Да, у меня была возможность потренироваться с Джо Луисом, Шугаром Рэйм Леонардом и Фредди Роучем. А еще мне очень повезло потренироваться с Убином, учителем Джетта Ли. Я также спренировался с Лайманом Брюстером, когда он готовился к бою с Владимиром Кличко. Куинтон Рэмпейн Джексон просил меня помочь ему, когда он готовился к бою за титул. Пал на контактном к Кю-Кюшине, я так и остался непобежденным. И до сих пор считаю себя бойцом мирового класса. Но в боевых искусствах так много титулов, что почти у каждого бойца есть возможность называть себя чемпионом по какой-нибудь версии. Если бы были организованы настоящие бои звезд, то ты бы остался последним выжившим. Да, конечно. Просто нужно понимать, что я хоть и актер, я еще и боец. И боевым искусствами занимать куда больше времени, чем съемками в фильмах. Я регулярно спаррингую с настоящими бойцами, не с актерами. А с Федором хотел бы поспарринговать. На самом деле была однажды такая идея, когда он прижал в Калифорнию. Но тогда наши расписания не совпадали, но я бы очень этого хотел. Мне очень нравится процесс обучения во время спаррингов. Он ничуть не меньше, чем во время боев. Независимо на то, что в партере он намного лучше меня, спарринг и стойкий ему наверняка было бы со мной, скажем так, интересно. В 2008 году Майкл засветился в фильме Кристофера Молана «Темный рыцарь», сыграв роли босса мафии Гамбола. В 2009 ему удалось вдоволь помахать кулаками перед камерой в фильме «Кровь и кость». В данном фильме также снялись несколько звезд ММА, ныне покойный Кимба Слайс, Боб Сапп и Джина Карано. Сюжет повествует о истории теннистного бродяги по имени Исай Бон, который начинает участвовать в уличных драках, в глухих переулках Лос-Анджелеса, чтобы выполнить обещания, данные умершему другу. Также в 2009 году Майкл решил создать поистине оригинальный проект. В фильме «Черный динамит» он дал дань уважения жанру в эксплуатейшн, фильмам про чернокожих, где беляши обычно были злодеями, а сами ленты изобиловали юмором и музыкой в стиле фанк и соул. Уайт сам написал сценарий и создал шикарное пародийное кино, где было все. Кунг-фу, стрельба, нунчаки, сиськи, мировой заговор и даже возвращение во Вьетнам. «Черный динамит» провалился в прокате, но абсолютно незаслуженно, так как на выходе получилась отличная пародийная комедия, с умышленными косяками в монтаже, ценами драк и высмеиванием стереотипов. Майкл Джей Уайт упадал на экране действительно запоминающегося персонажа, а не очередного черного качка с новой комедийно-борств. С годами фильм начал становиться классикой в Штатах, и появился даже одноименный мультсериал с озвучкой от Майкла. Майкл Джей Уайт недавно рассказывал, как он пытался научить Ким почему-то сложному, что он никак не мог понять. Я думаю, что вам актерам лучше и дальше торчать в фильмах. Одно колено заставит ваш нос выглядеть так, как будто это спецэффект. Мне просто кажется, что Кимба выбил бы все дерьмо из Майкла Джей Уайта. Ему стоит подраться со мной без перчаток на заднем дворе, потому что я бы с удовольствием обучился этой технике фильмов про тюрьму, о которой он так говорил. Майк Перри, боец UFC, будучи белым, назвал тебя сучьем. Ну а дальше слово на букву N в Твиттере. Слушай, вот что я тебе скажу. Обычно, когда такие возникают ситуации, я предпочитаю встретиться с человеком лично и прояснить ситуацию. Но тут я решил просто зайти в интернет и навести справки. И понял, что у этого парня не все в порядке с головой. У меня есть ютуб канал, и я веду его со своим другом Алленом Джубаном. Он рался с Майком и выбил из него все дерьмо. Я не стал рассказываться по этому поводу нигде, потому что понял, что этот Перри даже не понял всей ситуации. Он просто был знаком с Кимба, из чего-то взял, что я как-то выставил его в плохом свете. Но это не так. Кстати, Кимба Слайс как раз меня и учил, как разбираться с таким типом людей. Кимба всегда старался становиться лучше, привлекая в свой зал одних из лучших ребят. Ему даже помогал Бас Рутен. И я также спарринговал с Кимба. Смотри, я никогда не стеснялся говорить, а точнее мне даже нравится говорить о том, что кто-то меня просто издевательски побил на спарринге. Я рассказывал все эти истории про то, как Билли Блэнкс садил меня четыре раза на задницу за один спарринг. Я с удовольствием рассказывал о том, как выдохся после первого же раунда спарринга с Биспингом. И я не вижу в этом ничего постыдного. И даже если я сам побежал к какому-то бойцу в спарринге, то я никогда не кричал о том, что мог бы надрать ему задницу в реальном бою. Теперь вернемся к Майку Перри. Я всегда сердцем поддерживаю любого бойца, потому что не ставит свой зад на окон. Но я всегда говорил, бойцов нужно поддерживать именно в тот момент, когда вся толпа вернется против них. И с этим парнем случилось то же самое. Возьмем даже то, что он назвал меня словом на «Н». Насчет этого я бы с ним пообщался. Наша встреча была бы занимательной. Он предложил тебе подраться с ним. Он сказал, заплати или поделись со мной. Он идиот, просто идиот. Послушай, я старался сохранить кодекс джентльмена, но это меня выбешивает. Он продолжает нести чушь. Он весит около 78 килограмм, ты весишь 105, значит у вас разница почти в 30 килограмм. Это значительно. Я вешу даже больше его. Но опять же он дерет меня зад, потому что я не боец. Да это все не важно, поверь мне. Я спрингал с тяжеловесами, и они работали со мной во всю силу. Я пропускал удар от огромных тяжеловесов, и думаю, что он нанесет мне ущерб. Я могу побоксировать с ним без проблем, но это стоит моего времени в конце концов. Но давай представим, что вы встретились, что он сидит перед тобой, что бы было. Не-не-не-не-не, сидеть тут и разговаривать это не мое. Я бы отправился в его зал. Мы бы выяснили с ним все в зале. Я бы сказал ему, хочешь ответить за базар, погнали. Ничего плохого, чистый спарринг. Я не вижу, когда мне приходится так высказываться, потому что я против того, что бы кто-то гнал друг на друга. Поэтому он мог бы просто написать мне в директ, и мы бы увиделись. Но вторая сторона мне говорит, успокойся, мужик. Этому парню нужна психологическая помощь. Он сам себе враг, оставь его. Он ведь боится UFC, так? Почему они не пересекают такие российские высказывания? Недавно какой-то парень от Виче употребил слово на букву N. Его канал тут же заблочили, а его самого наказали на уголовном уровне. Так почему Дэнн Ауайт не увольняет этого парня? Слушай, Дэнн Ауайт намного выше всего этого. Я знаю, что он ни в коем случае не поддерживает такие вещи. До того, как он меня назвал этим словом, я уже готов был замять конфликт. Потому что я понял, что он не в порядке. В то время парень еще старался спровоцировать того тяжеловеса, который ведет подкаст с Джо Роганом. Брэндон Шауп. Так вот, он гнал этого тяжеловеса на пустом месте. И когда я это узнал, я подумал, о, понятно, братан. У него проблемы с головой, всего хорошего. Но когда он сказал это слово на букву N, я по-другому стал смотреть на эту ситуацию. Так что если мы сейчас встретимся, будет интересно. Этот весь его трек пробой со мной за деньги просто чушь. Я выше всего этого. Я дрался с профессионалами 17 лет. Я выходил в ринг с лучшими. Если Данииле Кремле приезжал к нам в город, я просился к нему в лагерь. Если Джон Джонс приезжал, то я к нему. Поэтому я не думаю, что спрингал с кем-то даже близко с таким недостатком навыков, как у Пэри. При том, что я не профессиональный боец. И слава богу, ведь я видел, как они живут. Ты готов? Да пошел ты к черту, я не дерусь. А на кой черт, ты приберзся сюда. В 2011 году Уайт дебютировал как режиссер. Сняв стихел «Никогда не сдавайся». Первая часть, которую я также думаю многим знакома. Во второй части засветился боец UFC Тодд Даффи. Фильм получил смешанные отзывы. Но в конечном итоге через пять лет вышла третья часть. На этот раз в кадре появились Джош Барнетт и Квинтон Рэмпэй Джексон. По сегодняшний день Майкл Джей Уайт снимается в фильмах и сериалах. Майкл увлекается фитнесом старой школы. И считает, что лучшее время для тренировки – утро. Более свежий воздух и тихая, умиротворяющая обстановка помогают лучше сосредоточиться на фитнес-режиме. При хорошем ночном сне тело свежее. Поэтому вы можете больше уделять тренировке по сравнению с вечерним режимом, когда ваше тело уже устало от полноценной дневной работы. Кроме того, Майкл считает, что утренние тренировки помогают сжигать больше жира и ускоряют обмен веществ в организме, чтобы сжигать больше жира в течение дня. Кроме того, если у вас есть утренняя тренировка, вы с меньшей вероятностью пропустите ее. Для Майкла утренний всплеск – сильная эмоция. И чувство достижения фитнес-целей первым делом с утра вызывает у него провыкание. Это заставляет его чувствовать себя хорошо. Ваша жизнь и ваше тело – ваше единственное имущество. Если вы потеряете его, вы не сможете его вернуть. Вам решать, как увеличить долю своего ценного имущества. Майкл Джей Уайт тренируется 5 дней в неделю, четверг, воскресенье и выходные. По драму у него кардиозанятия, которые обычно растягиваются на 45 минут. В кардиотренировке обычно включают бег, упражнения по лестнице или тренировки с тяжелым мешком. Он особенно большой поклонник бега и часто отправляется на пробежку даже в свободное время. Сеансы силовых и кондиционирующих тренировок часто проводятся днем или вечером. Эти занятия обычно длятся около 90 минут, выключают в себя поднятие тяжестей, упражнения с гирями, упражнения с собственным весом и движения боевых искусств. Поскольку он не нацелен на увеличение массы своих мышц и поднимает вес только для повышения мышечного тонуса, он ограничивает каждое упражнение примерно тремя или четырьмя подходами, с числом повторений от 12 до 15. В общей сложности он выполняет около 12 подходов на каждую часть тела. Майкл считает, что поднятие тяжести не только улучшает мышечную силу, но и исправляет естественный дисбаланс в организме. Поэтому он планирует свои занятия по поднятию тяжести, чтобы исправить дисбаланс в своем телосложении. Он также занимается силовыми тренировками как спринтер. Тренироваться как спринтер значит стремиться к взрывному развитию как с точки зрения выполнения упражнений, так и с точки зрения конечного результата. Чтобы развить максимальную мощность, он на основном бросает вес как можно сильнее и быстрее. Например, если он выполняет жим лежа, он взрывается в движении вверх, перекладывает вес на вершину повторения, и медленно опускает его вниз. Можно сказать, что он бьется с отягощением. Речь идет не только о том, чтобы подбрасывать вес, он следит за тем, чтобы сжимать и сокращать мышцы как можно сильнее в верхней части повторения. Также он большой поклонник подтягиваний. Это неудивительно, поскольку подтягивания помогли ему развить ту часть тела, которую, как он чувствовал, отставало от его общего телосложения. Майкл считает, что укрепляя мышцы спины, вы делаете грудь и бицепсы более выраженными, поскольку это открывает грудь и отводит плечи назад. Еще одно преимущество подтягивания – это выпрямление позвоночника. Ты знаешь многих бойцов, так ведь? Да, еще с тех пор, как я был подростком. Ты создаешь впечатление спокойного и сбалансированного человека. Но если посмотреть на бойцов в общем, как на людей, которые зарабатывают себе на хлеб избиванием других, сколько из них не равновешены в жизни. К примеру, парень по прозвищу «Боевая машина» избил свою бывшую подружку-порноактрису, когда застал ее с новым парнем. И теперь он сидит в тюрьме, он просто испортил себе этим жизнь. Так вот, сколько бойцов могут быть такими же, как «Боевая машина»? И сказать, вы хотите, чтобы я был в узловом ринге и нормальном жизни? Не, ребята, это так не работает. Знаешь, у меня было много друзей-бойцов, и каждый из них занимает специальное место в моем сердце, потому что за счет них я становился лучше. Я вечно тянулся к высоте. Когда какой-то парень из нашего района выиграл чемпионат, я обязательно бежал тренироваться к нему в зал. В 17 лет я стал парнем партнером абсолютного чемпиона в среднем весе, а затем перебрался к Джо Льюису. Не Луису, а Льюису. Он был чемпионом в тяжелом весе. Я отправился в Северную Каролину, чтобы работать с ним из кучи опасных ребят. Маури Смит был чемпионом UFC, когда я поехал в Севеттл к нему в тренировочный лагерь. Вот чем я занимался всю свою жизнь. Я всегда старался проверить себя против лучших. И вот почему меня никто не вызывает в наши дни, потому что не знает, что я в теме. Этим я занимался не для того, чтобы подавить свое эго. Я просто хотел стать лучшим за счет обмена знаниями. Занимаюсь этим по сей день. Единоборство на самом деле больше про философию и улучшение себя. И бойцовские навыки – это главный инструмент. Но некоторые воспринимают это как тупо спорт. Это засажено у них в голове. Я не хочу сказать, что у них проблемы с головой. Но по какому-то ряду причин многие просто не наслаждаются этим. А делают просто якобы надо. Это и вызывает психологические расстройства. В наши дни мы часто слышим об аресте тех или иных бойцов. Их близкие, когда читают новости, думают – быть не может. Он же был таким спокойным. Но они ошибаются. Так и было с моими друзьями, когда жизнь за пределами ринга была не такая уж сладкая. Сколько из твоих знакомых бойцов могли быть такими же, как боевая машина? Но случай с боевой машиной – это редкая херня. Он ведь даже не был топовым бойцом. Ну то есть он сделал это, будучи не на высоком уровне. Мы все о нем говорим только из-за курьезности всей ситуации. Давай поговорим о некоторых бойцах UFC. Если ты не следишь за всей этой движухой, то ты можешь и не знать многих из них. Хотя они достигли кучи всего в спорте. Я встречался с такими случаями постоянно. Когда какой-то мужик заходит в комнату и тебе говорят, что он чемпион UFC. Вот тогда я задавался вопросом, а кто-то в этой комнате знает этого парня, кроме того, что сказал мне о нем? Так же есть финансовая сторона. Я смотрел на зарплаты UFC и на зарплаты в боксе. Они даже близко несопоставимы. И когда меня спрашивают, мол, почему ты не дрался в UFC? Да потому что я хочу обеспечить жизнь своей семье. Я не хочу становиться бомжом после завершения карьеры. Но не каждый боится это Тито Артист, который достиг финансового успеха. Там полно парней, которые не получают и четверти того, что получал Артист. Да даже тот же Тито Артист получал относительно немного. Если у тебя нет правильного плана по распределению финансов на следующие 10 лет, то ты обречен. И еще у него была куча операций. У меня было свыше 8 операций только во время карьеры. У меня были операции на сустав правого колена, сустав левого колена, операции на мениск, куча операций на позвоночные диски разной степени, удаление катаракты, операции на глаз. И все это давало в среднем от 5 до 12 осложнений, но я продолжал это делать, потому что я это люблю. Мы с ним тесно общаемся, мы вместе тренировались, поэтому хочу сказать, что я был близок к тому, как проживают свои дни бойцы. Благослови их Бог, но я бы не хотел жить такой жизнью. Я ни в коем случае не хочу сказать что-то плохое про них. Каждый занимается тем, в чем он хорош, но я в индустрии, в которой больше тренируются, чтобы приблизить себя к бойцовскому миру. Поэтому это просто несравнимо. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если есть желание поддержать канал Копеечкой, то ссылки в описании. Также, если есть предложения или вопросы по сотрудничеству, ссылки также в описании. Всего доброго! ПОДПИСЫЕ БОДПИСЫЕ ПОДПИСЫЕ 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 ПОДПИ